Он был исключен из Петербургского университета без права восстановления. Больше года прожил вместе с папуасами в Новой Гвинеи, доказывая, что все расы равны. Николай Миклуха Маклай – этнограф, ученый и гражданин мира. Его имя осталось и в истории Севастополя. Именно он озвучил предложение о создании первых в России морских биостанций. С 1871 года идея Миклухи Маклая, собственно, и была реализована. Маленькая биостанция на средства Новороссийского общества естествоиспытателей арендовала комнаты несколько раз и в артиллерийской бухте. Но самое запоминающееся место – это дом Горенко, это деда Анны Ахматовой. И вот здесь, невдалеке, была первая биологическая станция. На веранде стоял стол, микроскоп, были комнаты, где могли останавливаться ученые. С этого начиналась история станции. На строительство собирали все вместе. Правительство выделило землю, меценаты помогали пожертвованиями. А Черноморский флот поддерживал молодой инбюм в исследованиях. И что характерно, не хватающие деньги для строительства здания, Черноморский флот по подписке объявил и офицеры Черноморского флота, которые работали с 1971 года вместе с нашими. Часто и на судах Черноморского флота ходили ученые, исследователи нашей Севастопольской биологической станции. По подписке собирали деньги, и здание наше было достроено. Сейчас Институту биологии Южных морей уже больше 150 лет. Это самое большое наследие Николая Николаевича в Крыму, но не единственное. О великом этнографе хранит память и музей «Берег Маклая». Сейчас экспонаты выставки находятся в СевГУ, но вскоре экспозиция займет свое место в штабе Русского географического общества, в стенах Константиновской батареи. Выставка представляет из себя различные предметы, копии тех предметов, которые были им собраны и переданы в кунсткамеру. Представляет из себя копии гравюр и рисунков, которые были им созданы. Различные предметы, которые он привез из своих путешествий в Юго-Восточную Азию, в Австралию, в Океане. Севастопольское городское отделение Русского географического общества очень чтит и ценит деятельность этого великого ученого. Предполагается, что в одном из казематов будет такой мини-музей Миклуха Маклая, и у нас будет возможность все-таки рассказывать севастопольцам гостям о великом ученом, великом этнографе Николая Николаевича Миклуха Маклая. Нам удалось связаться и с одним из потомков Николая Николаевича. Полный тезка, научный деятель и этнограф. На его счету пять экспедиций, в том числе одиночных. Как и его предок, он исследует Новую Гвинею. По словам Николая Миклуха Маклая-младшего, попуа новогвинейцы хранят память о русском исследователе. Группу ученых из России встречали, как дорогих гостей. Встречали очень торжественно. Собралось три тысячи, представляете, папу новогвинейцев на берегу. И они установили российский флаг. Мы не брали российский флаг. Пели гимн на независимости папу Новогвиней. Потому что Миклуха Маклая боролся за независимость. И встреча была невероятна. Они сыграли пантомиму. Вспомнили и показали, что они помнят, как Миклуха Маклая к ним принес первую материю, топор. Николай Николаевич, как и его знаменитый родственник, подружился с жителями Новой Гвинеи. Ученый рассказывает, так вышло не сразу. Островитяне, несмотря на дружелюбие, ему сначала не верили. Но убедившись, что перед ними настоящий Миклуха Маклая только в шестом поколении, радушно приняли. Сейчас я там Тама Бору, как старейшина, поэтому мне немножко попроще. Но в то же время ответственность, потому что это в какой-то мере и моя семья. Семья не с точки зрения, как клана, чтобы вы понимали. То есть я перед вами представлялся как директор фонда, ученый Российской Академии Наук. Но еще мы должны поставить запятую и сказать, что еще и Тама Бору, как человек, представляющий папуасов. В 2017 году был создан фонд имени Миклуха Маклая. Именно при его поддержке в Папуа Новую Гвинею отправилась первая экспедиция. Теперь уже в 2024-м одним из результатов стал проект «Российские исследователи океании. Открытие наших дней». У школьников будет возможность наблюдать за работой ученых практически в прямом эфире благодаря видеодневникам из путешествий. Главная цель, рассказывают создатели развития учеников, такое же нестандартное мышление, которым обладал знаменитый этнограф. Александра Сусенкова, Наталья Бабкевич, Анастасия Пипенко. Вести. Севастополь.